Вот да, мои господа, заканчивается в папочке отснятый материал, поэтому это последняя серия с этим заданием и, собственно говоря, насколько я понимаю, какой-то сильно детальной прописки и не будет, но на что хотелось обратить внимание, что, мне кажется, все-таки хорошо нам и желательно работать так, что когда ты раскрываешь или пишешь в общих чертах, то в целом у тебя детали все по пятнам уже намечены. Вот такой вот момент. То есть, в принципе, ты можешь там на... может быть вообще другой алгоритм работы, когда мы с вами берем сразу по предварительным эскизам, да, там, без предварительных эскизов, но берем от куска идем и сразу там колонковой желательно кисточкой и прописываем сразу все очень тщательно, очень детально, да. Ну, ближе к тому, как, наверное, Брилов работал, да, и вся та эпоха. Вот, а можем мы идти немножко по-другому, соответственно, как, наверное, больше все-таки пишет наше время, хотя пишут, конечно, все по-разному, нельзя, конечно, так говорить, да, как-то за всех. Но, тем не менее, вот, более импрессионистично в каком смысле? Не в том смысле, что импрессионизм, значит, видны мозочки, да, не в том смысле, что импрессионизм, там, допустим, все пестрое. А в том смысле, что общее впечатление брать, то есть импрессион, общее впечатление. Вот, в этом плане, я думаю, что особенно ранние импрессионисты, вот, типа Карло, ну, может сказать, предтечи импрессионистов, да, для нас, конечно, в учебном плане должны быть не абсолютными ориентирами, но одними из многих ориентиров. И вот, получается так, что когда мы с вами пишем этюд, то мы пишем как бы общую ситуацию в целом. Поэтому, конечно, нам здесь работать пускай нежелательно, наоборот, мы можем даже какие-то детали не прописать, но желательно, чтобы они по пятнам в целом были так, выглядели похоже, как если, например, мы посмотрим на не очень хорошее фото, да, на не очень качественное фото, вот наша живопись бы с самого начала вот это бы напоминало. Ну, и, в общем-то, по идее, так оно и есть, но просто не всегда ведь по-разному, да, но если мы в целом ведем, то если эту работу там вести еще, там, не знаю, несколько сеансов, то оно просто, как бы, фотография будет становиться с большим разрешением, условно говоря, да, или будет становиться фотографией, снятой через более хорошую оптику. То есть, сначала должны быть, как будто фотография у нас снята через совершенно никудышную оптику, да. В этом смысле я вспоминаю один фотограф, очень известный 20 века, который был чуть ли не бездомным, да, сам делал фотоаппараты, что-то такое, да, и снимал ЧБ, и вот у него был, ну, он как-то вот, тем не менее, прославился. Было такое высказывание, да, самое главное, чтобы у вас был плохой фотоаппарат, очень важно. Ну, это, видимо, он имел в виду как раз момент художественности, да, отличие вот технарской такой фотографии, где все очень тщательно, но, допустим, там, момент художественности, поэтому до него руки не доходят, может быть, такой. Так вот, собственно говоря, что нам желательно у нас в плане цельности решения, да, вот желательно писать сразу все целиком, вначале как будто у нас фотоаппарат не очень хороший, а потом постепенно вот степень длительности работы, она может выражаться в том, что просто у нас как бы качество оптики повышается, или условно говоря, там, количество пикселей, да, вот что-то такое, но я думаю, что мысль понятна. Вот, поэтому, на самом деле, там идет сейчас уточнение пятен основных, все равно нам сложно это назвать какой-то мелкой пропиской тщательной, да, ну, и, наверное, для того, чтобы какую-то тщательную прописку делать, тогда надо там брать немножко другую кисть и поддвигаться, наверное, поближе немножечко, да, идти чуть больше от рисунка. Это я для чего рассказываю, в общем-то, вещи, я думаю, что кому-то абсолютно как бы понятно, и даже, может быть, сколько можно об одном и том же, а рассказываю это для тех, кто, возможно, эти вещи для себя только открывает, кто, может быть, не до конца еще в этом ориентируется, в том, как можно работать по-разному. Сейчас немножечко будет фотографий, ну, в принципе, видно, да, наверное, даже мы можем сказать, что разница с предыдущим роликом не очень велика, но поскольку здесь нет купюр, вот, но вот обратите внимание, что основные пятна, да, вот основные пятна, издалека ощущение, как бы, вот, ну, в общем-то, и достаточно, достаточно, вблизи мы видим, что это набор пятен, да, мы, собственно, и пятна основные берем, но с расстояния оно становится более реалистичным. Вот такой вот принцип. Так вот, собственно говоря, еще раз в таком слоте сейчас идет мелкая кисть, да, то есть, в принципе, мы можем перейти на более мелкую кисть, и, как бы, более тщательно и подробно, если побольше потратить времени, можно все прописать, на что в этом случае нужно будет обращать внимание, если это сделаем. Опять же, издалека смотреть, чтобы решение по общим пятнам у нас не исчезало. С другой стороны, если решение по большим пятнам у вас есть, то можете и не прописывать, потому что как бы у вас есть главное. Решение в целом, оно, как бы, должно быть, должно быть главнее. Вот такой момент. Поэтому, да, если оно будет так выглядеть, как будто она через, ну, условно говоря, через, там, какую-то через пыльную бурю, мы на него смотрим, условно говоря, да, вот, если в целом оно будет адекватно, то вот будет, как бы, нормально. Вот, нормально. Ну, хотелось бы надеяться, что мысль понятна. Вот, сейчас мы видим из недостатков, конечно же, что, что немножко не очень достоверно смотрится взятым ближний к нам рукав. Вообще, конечно, все хочется переписать, сейчас, когда я смотрю. Вот. Ну, и кисти рук, конечно, немножко отстаетесь. Сейчас лицо стало более детальным, и, конечно, начинают отставать уже кисти рук. Вот. В то же время нам надо посматривать, не выползают ли при этом ошибки в пропорциях, потому что запросто может быть такая вещь, что работа может быть более прописанная, ну, при этом косяки можно не заметить, увлечься детализацией. Вот. Поэтому лучше даже в каком смысле, может быть, не очень давать себе прописывать, зато все время смотреть, а как это целиком, да, что целиком, какие, какие, как бы, соображения. Да, каким-то одним и тем же тоном сейчас идет работа, по сути, но с этим надо быть осторожным, чтобы не перемазюкать одним и тем же тоном, потому что, конечно, живописность, она вся в этом случае может потеряться. Немножко декоративно смотрится, графично смотрится. Смотрелись на предыдущие ролики рукава. Сейчас чуть-чуть не в фокусе идет, но чуть-чуть видно, что идет некоторая работа над кистями, да, и окружением, конечно, ну, в общем-то, это идея так и должно быть, если какой-то кусок, какой-то кусок мы делаем, да, то, единственное, что сейчас работа идет какая-то странная, она похожа немножко на тушевку, вот, конечно, момент такой, то есть, тут надо этим не увлекаться. С одной стороны, оно понятно, да, когда мы уточняем тональность, нас, как бы, на эту работу переключает, но надо смотреть, чтобы мы, ну, что-то вот не понравилось, можно даже так вот и избавиться, истереть. Надо смотреть, чтобы мы не, как бы, не увлеклись именно тушевкой одним и тем же цветом. Отчасти, мне как-то вот приходится от этого подстраховываться тем, что я просто, тем, что я просто стараюсь первый слой брать более живописно, условно говоря. Ну, сейчас, видите, по сути, там одна, одна краска разведена, видимо, это начало сеанса какого-то. Вот, пытаюсь первый слой брать, просто более живописно, чтобы потом, если даже какая-то более такая тушевочная работа пошла, то, чтобы вот живописность первого слоя, она была как бы с запасом. Таким образом, она ее хватало, даже если ты потом ушел почти, что в основном в тональности. Но, тем не менее, это такой момент, то лучше, конечно, написать, все равно продолжать. А почему идет желание тушевкой заниматься? Ну, типа, работа уже закончена, хочется тон уточнить, там, и так далее. Это понятный механизм, да, надо его в себе наблюдать и смотреть, чтобы все-таки тотально он работу не менял. Вот, но очень хороший вариант, который, в общем-то, если удается, то выручает, это перед этим иметь какой-то короткий сеанс живописный, то есть там этюд какой-то коротенький написать, ну, не знаю, там, грубо говоря, яблочко, там, еще что-нибудь. Перед этим, и тогда ты уже расписался, и ты, соответственно, вот, все равно будешь писать. Даже уточняя тональность, больше вряд ли, что ты будешь писать. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, понятно, что уточнить тональность нам тоже нужно. Тоже нужно. И тут очень важно выдергивать себя, чтобы не влипало наше сознание в деталь. Как только влипнет в деталь, все, что ты там поуточнял, будет хуже для работы. То есть работа будет дробная. Почему? Потому что будет тональная путаница. Это вот сто процентов. А то есть, если ты что-то уточняешь, ты параллельно должен смотреть, как в целом. Вот некое твое ощущение от всей работы. Но, грубо говоря, если попытаться это как-то формально, как-то сформулировать, то что такое ощущение от всей работы? Ты когда какую-то деталь трогаешь, ты смотришь, не вылетело ли что потом. И не надо там себя оправдывать, что вот, а зато я там проработал. Нет, если оно вылетело по тону, значит уже плохо. Лучше будет пусть не проработано, но не вылетевшие потом. То есть более выигрыш в более общем это важнее, главнее, чем выигрыш в каких-то деталях. Слушайте, ну вот тут получается, что у нас все уже закончился материал по этой работе. Вот эти фотографии очень, конечно, серо-желтые какие-то вышли. Вот, ну, все, что у меня в папке лежит, сейчас уже, конечно, туда не вернуться. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. До следующих каких-то наших роликов, хороших вам рисунков. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok